Здравствуйте, с вами очередной выпуск новостей активизма команды Активатики. И сегодня мы начнем наш выпуск с новостей из Магадана. Долгое время в этом чудесном городе на Колыме ничего не происходило и общественная жизнь там спала. Но, начиная с знаменитого митинга Навального 26 марта, ситуация коренным образом поменялась. Дело в том, что магаданцам захотелось тоже принять участие вот в этой замечательной инициативе и провести у себя митинг 26 марта. И они это сделали. Более того, они организовали штаб Алексея Навального, написав предварительно ему там письмо в Москву. Они на свои деньги сняли помещение для этого штаба и очень красиво 26 числа выступили колонной Навального. Вот даже местная, единственная независимая СМИ, которая называется Весьма Тудей, написала об этом замечательном мероприятии, о колонне Навального. Ну и благодаря вот этой заметке очень многие жители Магадана вообще узнали про то, что у них теперь есть такая замечательная общественная активность и стали к ней присоединяться. Вот одна из таких активистов, которая теперь тоже активный участник общественной жизни, это многодетная мама, молодая и прекрасная Елена Мате. Вот как она рассказывает о своем участии в общественной жизни. Я прочитала о каноне Навального и очень удивилась и заинтересовалась. Впервые в нашем городе так открыто появилась настоящая оппозиция. Пришла на следующую акцию в День России 12 июня. Мне так понравились молодые ребята, которые выступали и говорили правильные вещи, о том, что нужно взять на себя ответственность за свое будущее, о том, что нужно поддерживать тех, кто борется за справедливость. Никакой политики не было. Да, она мне неинтересна. Пообщавшись с людьми, я поняла, что они у нас вовсе не пассивные, как принято считать, продолжает Елена. Они очень даже активные. Ну, сама Елена пришла в активизм, собственно говоря, после того, как ей не удалось, к сожалению, создать ТСЖ по починке крыши в собственном доме. И она начала очень активно участвовать в общественной жизни. Я напомню, что сейчас магаданцы борются за возврат выборов мэра и борются за снятие мэра Гришана со своего поста. Почему? Потому что вообще жителей Магадана не устраивает то, что чиновники, и мэр вообще не занимаются нормально вопросами города. В Магадане уже прошло три митинга за отставку мэра Гришана. И магаданцы на этом останавливаться не собираются. Сейчас они активно ведут сбор подписей. Ну, на минуточку представьте, что у Елены пятилетний ребенок и двойнежки одиннадцатимесячные. Тем не менее, она находит возможность заниматься общественной деятельностью. По-моему, вообще это очень круто. Ну, как реагируют власти? Вы можете догадаться. Ну, прежде всего, конечно, они всячески обзываются на активистов некрасиво, ложь про них распространяют, огульно обвиняют их в воровстве и нацизме. И, что еще неприятно, недавно была уволена со своей работы. Жена активиста Рагнара Рейна, она еще является по совместительству координатором штаба Навального. А сам Рагнар был оштрафован на работе, с него сняли четверть заработка. Тем не менее, это не мешает магаданским активистам продолжать их активность. Они заявляют, что они будут удачно бороться за свои права и в планах у них участвовать в местных муниципальных выборах и становиться депутатами. Что самое интересное, Алексей Навальный, который вдохновил их на борьбу, вот сейчас на самом деле они уже никак с ним не связаны и они продолжают свою деятельность независимо от Алексея. Просто он выступил таким вдохновителем и катализатором. А в Москве тем временем активисты 8 февраля не дали чиновникам провести общественное слушание по застройке поймы в Мневниках так, как планировали это сделать чиновники. Ну, я напомню, что речь идет о застройке парка Москворецкий и застраивать чиновники ходят территорию где-то в 100 гектар. Довольно серьезный вопрос. Чиновники, конечно же, не хотели, чтобы жители, активисты, которые борются за эту пойму с 2015 года вообще пришли на общественное слушание. И что сделали хитрые чиновники? Они в газете местной указали адрес проведения общественных слушаний, которые вообще не существуют. Вот такой вот, честно говоря, трюк. Я с таким трюком сталкивалась в последний раз, вот когда были общественные слушания по трассе Москва-Санкт-Петербург. Тогда, правда, объявление было очень маленькое. Пяти там на последней странице местной газеты между объявлениями, там, гадаю по руке и остекленяю балкона. То есть вот, ну, хотя бы адрес тогда указали верно. А теперь, видите, чиновники пошли дальше. Власти придумали новый ход. Указывать просто несуществующий адрес общественных слушаний. Добраться до вот этого места проведения общественных слушаний было физически очень сложно, потому что общественный транспорт никакой туда не ходит. Или надо было запасаться бутербродами, брать с собой палатку и идти в такой долгий поход по сугробам, или надо было туда добираться на автомобилях. Но активные жители Крылацкого, они все равно добрались до места. Большие молодцы. Прямо с утра дежурили и, честно говоря, встретили немало препонов со стороны полиции, потому что те, кто туда приехал на машинах, пытался запарковаться, полиция просто не давала нормально парковаться. И прямо непосредственно перед общественными слушаниями к месту проведения слушаний приехал целый автобус. Ну, как говорится, на заказном автобусе приехали заказные люди. Ну, а дальше события развивались следующим образом. Вот благодаря такой активности и неравнодушию людей и местных депутатов, которым огромное спасибо за их неравнодушие, вообще огромное спасибо людям, которые этих местных депутатов прекрасных выбрали. Активистам удалось пройти на общественные слушания, и вели они себя очень активно. Они сразу стали громко требовать проведения нормальных общественных слушаний в другое время. Они требовали, чтобы вот эти общественные слушания призвали недействительным, потому что они организованы с чудовищными нарушениями. Люди вообще про эти общественные слушания ничего не знают. Они требовали перенести общественные слушания и сделать все по-человечески. Ну, нервы несчастного председателя Владимира Кононова не выдержали, и он предложил, так сказать, урезать марш и прекратить вот это собрание. Все сидящие в президиуме его горячо поддержали, они подхватили свои бумажки и трусливо, позорно сбежали. Ну, а жители, они не растерялись, они стали их догонять. Получился такой настоящий триллер с погоней и с криками «Лови их», они уносят протокол, и жители побежали за удаляющимися чиновниками. Полиция выступила, естественно, в стороне чиновников, они обеспечили им отход в какую-то маленькую комнатку. Вообще, это, конечно, все, ну, понимаете, как это комично, это невероятное что-то. Вот. И после этого жители стали прорываться в эту самую комнатку. Оказалось, что, значит, чиновников уже из лет простыло, застройщиков вместе с ними их уже нету. Ну, и для того, чтобы поставить точку в этом деле, депутат Ольга Лыкова на всякий случай решила составить акт о том, что общественные обсуждения были проведены и с нарушениями, и что требуются новые общественные обсуждения, потому что, по сути, этих общественных осуждений вообще не было, и составила соответствующий протокол, собрала подписи. Ну, что можно сказать? Обман не прошел, и благодаря активности местных депутатов Крылатского, там, хорошо в Мневнике, и активности жителей, неравнодушных людей, чиновников удалось обратить в такое трусливое бегство, и, в конце концов, люди все равно добились своего. Я надеюсь, что они смогут спасти уникальную пойму в Мневниках. Ну, и что я могу сказать? Что при желании власть побеждают не только взрослые, но и дети. Вот, например, в Петербурге произошла на днях такая интересная история. Там есть такой овсяниковский сад, и родители решили организовать для своих детей там горку. Ну, вообще, затея такая невинная, очень классная. Люди собрались, вообще им не потребовалась никакая помощь властей для этого, то есть они сами ведрами натаскали снег, натаскали воду, и сделали такую забаву, куда приходили не только дети, вот, местные, да, из соседних районов тоже приходили на эту замечательную горку. Но вот кому-то детская горка помешала, и вот этот кто-то написал донос. И в результате на портале «НашПетербург» появилось сообщение, значит, место расположения овсяниковский сад, организована стихийная горка, как вам, да, стихийная горка, уже вот не стихийный митинг, да, стихийная горка. Просьба вывести снег, и 08.02.2018 силами ОАО СПП центральная, снег будет убран. Ну, в день, когда тяжелая техника пришла ликвидировать стихийную горку, родители и дети единым фронтом встали на защиту любимой горки и победили, тракторы не прошли. Это, конечно, прекрасный пример и для родителей, и для детей, что, ну, везет активным, везет тем, кто в состоянии самоорганизоваться и победить. Я думаю, что вот эти дети, которые все это наблюдали, они получили самый главный, наверное, в своей жизни молодой урок гражданского сопротивления. Ну, что я могу сказать? Если быть активным, то даже ребенок победит. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...